Увы Я клялся, помнишь, прикрываясь шапкою, в том, что в глаза не смог бы повторить. До двадцати, две сотни раз я ошибался, оправдываясь в опыте, нуждой, а ты стояла, всеневозмутимо и прекрасно, кивала молча, раздосадованной головой. Эта история, не отдышавшись, бегала по кругу, как в цирке загнанные звери получают похвалу в виде еды за каждодневное усилие, что выдержкаю проверяют правоту. Я столько раз, на кон поставив волю, скитался в одиночестве, в бреду, и ждал, что с неба упадет попроще доля, и, наконец-то, с облегчением вздохнул. Но каждый раз, то в темном коридоре, то на балконе или в комнате чужой, я мучил душу осознанием, что покоя мне не видать, покуда выбран путь иной. И как-то утром, выйдя с кофе на террасу, я прошептал, что смыслом нарекаю путь творца, извилистый, тернистый и кричащий, с которого давно пора уже свернуть. Но пока небо бережет меня от грязи, с которой мы стоптали красоту, я буду видеть в мимо проходящих чуть посильнее, посветлее сторону. И напишу об этом тонны сочинений, чтобы все те, кто будут унывать, смогли на старте прочитать сомнения и посмелее начинали за мечты страдать.